Всем привет, Сафир. Загружаюсь и очередная серия кингс баунти. Так, сейчас вспомню на чем дело закончилось. С кем-то только что сражался. Я вижу я уровень получил и мне нужно клинок балла прокачивать. Ну, не то что нужно, можно уже. Вряд ли я еще сильно много атаки получу. С другой стороны, даже если получу, наверное, все равно мне хватит, потому что, скорее всего, от прокачки клинка балла я под 40 атаки получу, у меня будет 90. С учетом бонуса морали я почти уверен, что x3 урона будет практически в любой ситуации. Но прежде чем прокачивать, окей, все, я понял, что я делаю. Еще можно посмотреть на ассортимент торгаша, который в пещере сокровищ. То есть на песчаный сейчас доберусь до этого торгаша и после этого можно клинок будет грейдить. Вроде бы у него должна быть одна шмотка, которая может мне прибавить чуточку атаки. Да и, скорее всего, и героизм буду максить, прежде чем клинок балла вкачивать, поэтому героизм на троечку тоже можно уже сейчас взять. Ищем пещеру сокровищ. В целом, можно было бы и с этими героями подраться, ну, наверное, потом. Ну их нафиг. Вначале я себе атаку прокачаю и потом... Так, помедленнее. Так, этот принёк ждет, когда я в пещере все грохну. Так, ну и равные по силе отряда. Видимо, вперед бить. Нет причин, почему бы нет. Правильно ведь? Нужна ли мне здесь пушка? Да вряд ли. Я, скорее всего, буду в рукопашную всех бить. Так, эти артефакты одеты, все одеты. Ладно, погнали. Здесь вроде бы довольно просто должно быть. Ну, разве что, первая инициатива у этого, это летучие мыши. Кстати, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так и пираты подставляю, так и не подставляю. Так, сейчас здесь посмотрим, что делать. Скорее всего... Кстати, диверсия как? Диверсия никак. Все ходят. Здесь седьмая скорость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть без телепорта никто не доходит, по всей видимости. То же самое здесь, да? Три, четыре, пять, шесть, но он сможет гранату кинуть. Я думаю, лучше повейтиться здесь. Здесь можно спокойно грохнуть отряд. Здесь все-таки надо вейтиться, а не бежать через какое-нибудь ускорение там или что-то подобное. Я вижу, что здесь могу шутнуть этот отряд. На всякий случай, наверное, лучше пустой бутылка не добивает. Так он может задоджить. Но изворотливость уменьшается на 2% за каждые 300. То есть она не 40%, а на меньше. Так, окей, мне задамажили двух юнитов. Привидение легко решает свои проблемы самостоятельно. Так, толстячок. Кидает. Так, ревность. Ну и, видимо, добиваю последний отряд и получил отравление. Офигенно. И мне теперь нужно двоих в прошлое возвращать. Я думаю, это отравление сдохнет больше, чем здесь требуется воскрешать. Поэтому... Возврат времени сюда кидаю. Так, ну получается, скорее всего, жертва, значит, сюда не влезает никаким образом. То, что мне сейчас надо отрезать дофига пиратиков. Ну, это косяк. Мне не повезло, кстати. Он не гарантированно получал в той ситуации отравление. Так, ну у меня нет маны ни на жертву, ни на что, поэтому можно просто заканчивать бой. Так, в топку этих ребят. Численность их нужно уменьшать. Оу, как потемнело, когда я отдалился. Жду ману. Здесь еще, по-моему, три отряда всего в этой пещере. Я бы предпочел, чтобы в этих отрядах было много-много пиратиков, но их там нет. Так, 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 нет, нет, нет. Успокойся. Там ко мне подкрадывалось. Здесь вроде бы в этой пещере бывает так красиво и ярко, но сейчас... Сейчас нифига не видно, если отдалиться. Так, ладно, маны есть. Погнали драться куда-нибудь. Можно так попробовать. Он все равно сейчас за сундуком побежит. Рак здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Снова не добегаю. И снова, наверное, проще через телепорт сыграть, потому что этого паука я заберу в ревность. Короче, как-нибудь так жахну. Ну, в конце концов, минус 30 эко. Плюс, я все-таки надеюсь... Ревность хоть сработает? 106 тысяч. Не сработает, я так чувствую. Потому что 106 тысяч... Я только 92 могу законтролить. Так, а что делать? И просто блокировать проход, значит. А, нет цели. У него еще стойкость разума. Офигенно. Ну, тогда есть другая тема. Просто темное облако и good luck, have fun. Что ты сделаешь? Ничего же не сделаешь. Пират ниоткуда не может попасть в того злодея. Поэтому он просто стоит и тупит. Проклятое привидение... У него нет уже такого потрясающего огненного резиста, потому что я разделся со шмоток на резиста. Короче, она ничего не может. Ой, а что там паук? А, огненные пауки вообще не ходят. Так, ну ладно. Дополнительный ход выдавать, я даже не уверен, есть ли какой-то смысл. Потому что я здесь облако положил и к нему подходить самостоятельно никакого резона нет. Так, ну он кастанул карлика. Это абсолютно бесполезно. Привидение летит вперед. Пиратик не знает, что делать. То есть стоит и тупит. Пират-призрак. Да и с этим что делать? На расстоянии до двух клеток. Что-то я здесь с обморожением, наверное, накосячил. Пофигу, кидаю жертву. Я думаю, привидение может спокойно тут отжираться, несмотря на всякие там обморожения. А здесь уж как-нибудь разберутся эти войска. Здесь статуи поставлю не для того, чтобы законтролить, а для того, чтобы он просто не отбегал. Так, и чё? Злоган взрывается, наносит тысячу. Чего? Когда злоган столько делали? Чего? Я могу его в прошлое вернуть, могу его полечить. Плюс-минус без разницы, если он обожжется от атаки, вообще пофигу, верну в прошлое. Таки обжегся. Ну, значит, возврат в прошлое нас ждёт. Так, где он тут? Вроде бы все фулл хп, но это не точно. Так, пиратик там стоит, тупит. Аналогично здесь. Ну и, видимо, здесь я не вижу смысла тянуть резину, можно выигрывать. Никто не потерян, 50 тысяч денег. Даже одна жертва влезла в этот бой. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Может быть, я наберу хотя бы полный стэк этих пиратиков. Когда-нибудь. Но это не точно. Сколько с ними, прям, сложностей. Надо будет под них раскачать вот это вот вербовщика, дипломатию. Всё это. Рун только нет. Жду ману. Ещё один бой в этой пещере. До того, как можно Перенека сюда звать. Так, привидение, кстати, я не уволил. Да и, по-моему, я там... Ну, в принципе, есть отряды, у которых привидение может высасывать. Так, здесь пиратик-то довольно несложно добежать. Может, даже у него получится, наконец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, если здесь ловушек не будет. С другой стороны, снизу есть более важные отряды. Короче, фиг знает. Так, вампиры, скелеты, лучники, скелеты, лучники, вампиры. То есть, все скелеты, лучники... Четыре, пять, шесть. Все отдыхают. Три, четыре, пять, шесть. Неправильно встал. Надо было сверху вставать. Теперь уже никак. Три, четыре, пять, шесть. Ну, в смысле, в трех не ударить. Ну, значит, что? Значит, телепорт. Три, четыре, пять, шесть. Снова не хватает. Как ни крути, получается фигня. Ну, ладно. Старт через телепорт тогда. Минус три стека. Так, Грагона ходит. И Зверозлобоглаз тоже ходит. Могу еще шотнуть какой-нибудь стек. Сколько там урона ты, кстати, наносил? Ай, по 90 тысяч. Не так много. Крита не было. Ну, здесь надо злобоглаз за этого бить. Наверное. Промахнулся. Очень плохо. А как он промахнул? А, он бухнул. Это десять процентов сыграло. Ясненько, понятненько. Так, второй ход держи. Кто? Ну, допустим, ты. И бомбочку кинуть. И бомбочку кинуть. Я могу через ревность забрать эту змею. Но делать этого, конечно же, не буду. Так, здесь я могу задамажить скелетика. Ну, видимо, а что мне еще остается? А, и промах... А, не промах, он не добил. Это все силы карлика. Так, а что тут-то делать? Злоган — это ужас. Ну, и фигня получилась, да? Я могу бутылку кинуть? Нет, вообще-то не фигня. Ну, типа, какая-то польза. А он мне шотнул привидение. Талантливый скелетик. Ладно, пофигу. Погнали еще раз. Как-то я неправильно, значит, приоритеты расставил. Да и какие приоритеты? Я, блин, просто не расставляюсь даже. Даже на тактике вперед не подхожу. Камон, как так можно? Так, короче, пираты вниз. Надо скелетов убивать. Ты не бегай никуда. Во, я здесь могу самостоятельно добежать и ударить по кругу. 4, 5, 6. Круто, круто. Нижний скелет на первом ходу не ходит. Этот задоджил 10%. Крутой, крутой. Десятипроцентный додж. И что я с ним сделаю? Видимо, ничего. Слепота. Безглазый он. Иммунитет к ослеплению. Логично. Так, здесь-то можно вперед подойти и кого-нибудь ударить. Или просто ударить или кинуть чем-нибудь. Наверное, лучше кинуть, потому что... Тогда я хотя бы вампиров не подставлюсь. Привидения здесь бесполезны. Мазглаз. А там, небось, еще глаз нет. Они безглазые все. Нет. Не безглазые. Ну что, посмотрим, как вы теперь в меня попадете. Я так смотрю, без проблем все равно, да? Так, привидения, наверное, не лезет. От него там толку никакого. А вот этот толстячок спокойненько дает еще дополнительный ход. Кто у нас с физикой это дамажит больше? У этого 5 на 7000, 35000. А здесь 21. То есть, получается... Ну, тут не дойдет. Вот этот дамажит. Ладно. Так, здесь надо жирный стэк бить. Водочку не пью, потому что только хуже от нее. Потом еще и не попадешь никак. Так, пиратик помогает как может. Здесь можно водочкой кинуть. Ну, вообще не очень круто. Типа, а зачем? Потому что могу. Разве нужны другие причины? Здесь сейчас возврат времени обязательно в нижнего пирата будет кидать. Оу. Да что ты вытворяешь? Оу. Да что ты вытворяешь? Этот может суициднуться об меня? Не может? Он точно суицидится об меня. Если сейчас... Я не уберу от него. Оу. Или не ослеплю. Или... Что я могу сделать? Ну, возврат времени это само собой. Окей, возврат времени надо делать. Так, а пиратик-то может как-то добежать? Тут миллиард этих злоганов дорогу преградило. Не, никак не могу. Ну, то есть тяпнет тогда для того, чтобы доджить. Еще... А, у него бутылка появилась. А если еще тяпнуть? Еще может скорости прибавиться? Не, по-моему, у него прибавилась инициатива, а не скорость. То есть, типа, не помогло. А, ну это сейчас его добьет. У него второй этот... Изи. Изи разрулен. Ну, может, единственный шанс, это он может увернуться. Но не увернулся. 50 тысяч. 13 тысяч опыта. Так, пещерку, на всякий случай, еще быстренько гляну. Так, что здесь лежит-то? Так, с каркофаги все забрал. Тут яйца. Немножко что-то закопано было. Ну, вроде только яйца остались. Так, погнали, короче, на выход. Говорим пареньку, что дело сделано. Пещер теперь его в личном распоряжении. У него появилась собственная квартира в центре Москвы, где никого нет. Пусто. Удачи, Джим. Пустите меня к нему в гости. Даже здесь светлее не стало, все равно темно. Так, принек, я к тебе. Давай что-нибудь куплю. Ой. Так, щит, который не дает атаки. Регалия, которая дает руну духу после победы. Да. Да. Но нет. Потому что мне, может, денег не хватит. Я вначале посмотрю, что здесь еще есть. Артефакт, который дает силу перепада температур, сила бурана, пять магических кристаллов, если накоплена достаточная энергия. Магические кристаллы мне нужны, но это все равно мне не мотивирует носить такое плохое кольцо. Для мага, наверное, норма, у которого много слотов под артефакты. Есть еще одно молотое кольцо, можно загрейдить, получить что-нибудь. Защита демона. Фигня. Вот. Штаны эльфийского, кого-то там две атаки. Идите сюда. Ну, требование лидерства для феи Дриад это очень круто, но феи Дриад, видимо, останутся в прошлом. О, у меня еще трактат по тактике выдали. За что-то. Шкатулка с самоцветами дает 27 тысяч использовать. И разрушить. Трактат по тактике я никогда не буду носить, можно разрушить. Так, штаны я купил. На что-нибудь еще мне хватает. Ну и вообще что-нибудь меня интересует. Да, интересует Диадема изумрудной чешуи. Она опять рун духа дает. Мне рун не хватает. Короче, на 175 тысяч нужно вернуться сюда и прикупить вот этот артефакт. На кристаллы пофигу, слотов под артефакт у меня лишних нет, поэтому хоть кто кольцо дает 3 атаки, но мне его совать некуда. Ну что, мне кажется, я морально готов. Сейвимся и качаем клинок пала. Ну да, хочу, в принципе, и так уже игра почти там, я и так все пройду. Зазначайте самым главным. Так, допустим, по стоимости череп назад. Пушку одеваем, другую пушку тоже. Колечко, да. Разбираем амолет косы. Есть бронька на атаку. Штаны я только что купил, это еще атака. Ботинки тысячу лет лежат, это еще атака. Шапок нет. Регалий. Что, регалий никакой нет? Есть щит, который можно в этот же слот вместо регалий впихнуть. Поясов нет, но пояса хрен найдешь, которые давали бы атаку. Есть еще пустой слот под регалию, который можно было атаку юзать. Шапок у меня что-то тоже ближе. Ну, короче, я уверен, что если играть дальше и не качать, можно, конечно, побольше атаки. Спокойно там, не знаю, до 90 подождать. И только потом взять клинок балла. Но я что-то подумал, мне и так сойдет. Так, естественно, не забываем поюзать меч титана 20 атак. Атака еще. 91. Может быть еще какой-нибудь... Нет, мне-то не хватит кристаллов. Героизм я уже взял. Ну ок, погнали. С 91 считаем, сколько сейчас прибавится. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Плюс 41. Плюс 41 атаки. То есть, соответственно, сейчас я все одену назад, но плюс 41 атаки, которые я получил от прокачки, они уже никуда от меня не денутся. То есть вот за этот навык я 40 атаки получил. Можно больше. В этом никаких сомнений. Но сколько получил, столько получил. Ну и подумаешь. Так. Снимаю. Использовать. Собираем обратно амулет коса. Колечко держи. Амулет держи. Что я там еще-то носил? Вот эти ботинки. Сложно. А где пиратские штаны? Вот они. Штаны задиристого эльфа. Ну это продавать надо. Кстати, надо продать, вернуться и купить регалию. Шапка. И бронька. Ну плюс-минус я все одел. То, что... То, что мне нужно было одеть. Вроде бы. Да, я примерно так и бегал. Журнал заданий обновлен. А это я поговорил со спутниками и попросил там кого-то грохнуть. Так, я здесь по такому вопросу. У меня теперь есть куча артефактов, которые только на продажу. В том числе и вот это кольцо, которое давало мне три атаки и лежало в моей сумке только потому что... Короче, продать его. Не буду я его на кристаллы разбирать. Этот клинок тоже лежал в сумке исключительно потому что мне нужно было оружие на шесть атаки. Что, все? А, вот этот ботинок я никогда... Ну его можно разрушать. Так, ну в принципе вроде бы дело сделано. Надо с кем-нибудь подраться. Давайте-ка пойдем на первом раунде убьем какого-нибудь крутого дракона. Я считаю, это было бы... Как это... Закрепим успех этой серии. На первом раунде шотнув какого-нибудь крутого героя. А, у меня остались руны на прокачку вербовщика? Не осталось. Ну ладно. Есть дракон, которого я скипнул. Когда пытался... Ну не пытался, я реально убивал драконов через привидений. И тем не менее я скипнул одного из драконов. Потому что мне показалось, что у него дофига ледяных драконов. И привидения были против них не особо эффективны. Но знаете кто эффективен против ледяных драконов? Пиратики. Потому что им плевать на то, что у него резисты ко льду. Вот сейчас возьмем и посмотрим... Почувствуем разницу, что называется. Я понимаю, что у меня есть еще бонус 20 атаки, которая от свитка. И в 113 оно, радо или поздно, в 93 превратится. И тем не менее... Ну вот этого дракончика, я думаю, я... Так, мне только эту пушку надо снять. Потому что я хочу инициативу побольше. Эта пушка ее портит. Поэтому пушку я сниму. Ну что, дракон, что ты мне сделаешь? Давай обсудим, что же ты действительно мне сделаешь. Ни одной диверсии. Ну это, кстати, не очень круто. Ну то есть, три стека драконов в том числе, там среди них есть ледяной. Бдыщ. Короче, проблема в том, что один стек я не могу шотнуть. То есть я сейчас, допустим, шотаю этот. Мне нужна диверсия хотя бы на один из отрядов. Я думаю, я не сильно многого прошу. И диверсия на один из отрядов все-таки... Это не что-то такое фантастическое. Поэтому, если я перезагружусь, диверсия-то хоть куда-нибудь зайдет. Так... Ой, изумрудные драконы скипнули. Какие? Нижние. То есть, если я теперь... Вот этим вот шотну верхних... То все. Я, кстати, немножко не добегаю. Поэтому... Телепорт. Бдыщ. Вот этот вот ходит. Поэтому его тоже нужно бдыщнуть. И вот этого надо бдыщнуть. Бдыщ. Ой. Он даже не походил. Какая досада. О, я могу повторный ход дать. Естественно. Это все calculated. Вы думали, что я его не переиграю? Я его на первом раунде убью. Именно на первом. Еще ману... Ладно, ману не возьму. Зачем? Злоган. Капец. Ошибка. Как я слоган не заметил. На втором раунде убью. Но это провал, короче. Придется делать возврат времени и убивать на втором раунде. Ну ладно, окей. Окей. Две атаки. Кстати, а что я его не грохнул до того, как... Ну я не буду перегружаться. Мне уже пофигу. Я мог бы на эти две атаки тоже накрутить бонус. Ну вот, который клинок балла я качал. Короче, дракон убивается на первом раунде. Ладно, если бы я в злоган не влез, это чисто мой косяк. То я бы на первом раунде шотнул. Какие-нибудь еще пятистейковые герои хотят моей кровушки, может быть. Да? Драконов всех здесь грохнут. За них, по-моему, руны падают. Поэтому это не бесполезная трата времени. Ну то есть реально здесь можно руны пособирать. Так, вперед, вперед. Может, вверху вот получится пробежать? Не получится. Красные драконы пропустили. То есть мне нужно башню, во-первых, эту грохнуть. Затем, кто там красный, я сказал, пропустил. Да. Затем здесь шотаем трех верхних. Бдыщ. Я могу жертву впихнуть. Я могу жертву впихнуть. Так. Призрак не долетает. То есть высосать у него не получается. Могу повторный ход дать. Но это бессмысленно. Призрак в любом случае не успевает высосать. Поэтому лечить потерю я буду через возврат времени. Ну, совсем чуть-чуть сделал пиратиков. Получается. Ну, с другой стороны, какая разница? Чуть-чуть, так чуть-чуть. Зато это максимально ноль усилий. Это я просто ярость трачу, чтобы шанс крита докачать. Там есть бонус за потраченный миллиард ярости. И у меня он довольно близок к финальной стадии. Но еще чуть-чуть и будет. Ну, что, драконы, которые на первом раунде убиваются. Это круто. Но, опять же, я сейчас их не убил на первом раунде только потому, что я жертву начал делать. Ой, а почему у тебя мораль такая, а у остальных... А у тебя чем она лучше? А, рубид на тебя действует, а на этого рубид не действует. Понял. 900 тысяч денег. Так, что-то я хотел сделать. 92 атака, но у меня бонус свитка закончился. Кристаллы, вот, я хотел посмотреть сколько у меня. Я много насобирал, но 30 еще нет. 8 кристаллов осталось. Это довольно мало. Может быть, поднажмем как-нибудь? Вот эта регалия, я почти уверен, мне нафиг не нужна. Хоть она дает две морали всей моей армии, но у меня морали и так достаточно. Сапоги развалить. По-хорошему нужно пойти просто что-нибудь купить и будет более дорогая жертва. Погнали, не поленимся и купим что-нибудь. Но все-таки 900 тысяч. Я могу, в принципе, дать 500 тысяч тетке, расширить ассортимент торговли. Погнали, на песчаном много торгашей. Так, я теперь за артефактами сюда зашел. Так, чем торгуешь? Пойдет. 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 Дайте-ка. Так, это 28. Еще нужно чего-нибудь, чуть-чуть. Это слишком дорого. Ну, это пойдет. Три атаки. Это довольно дорогой шлем. Ладно, мне вообще плевать, у меня денег 900 тысяч. Окей, все, у меня есть топовые жертвы. Теперь буду немножко быстрее делать пиратиков, может быть. Погнали драконов добьем. Они слишком изи, они один раунд умирают. Ну ладно, потому что я в этот бой впихиваю жертву. Они все-таки два раунда живут. Но даже два раунда в награду за них я получаю руны. Поэтому это круто. Мне кажется, я ни в одном из прохождений не занимался зачисткой вот этого дракона в остров. Мне всегда была лень. Но теперь, когда бои идут один раунд, вот мне даже, как это, даже в кайф этим заниматься. Красные драконы. У меня достаточно диверсии как раз на один стэк. Мне абсолютно без разницы, на какой именно. То есть сейчас опять все идеально мне подходит. А этот никуда не добегает. Этот просто берет, ашотает трех. И мне нужно добить вот этого, до которого не добегает вот этот пират. Поэтому его нужно, значит, пинком под зад отправить вперед. Или подвинуть дракона. Потому что мне все равно нужно тратить обилки ярости. А, какое креативное решение. Я же сейчас жертву тогда сделаю. Жертву на этого, в этого. 23 пирата-призрака, было 17. Что-то мне кажется, я потратил 30 кристаллов без какой-то существенной отдачи. Так, этот... Ну, в принципе, он сможет насосать больше... Нет, ответка его развалит. У меня статов нет, резистов нет. Нельзя здесь бить. Повторный ход давать смысла нет. Я не должен заканчивать бой на этом раунде. Мне нужно еще впихнуть возврат времени. Поэтому... Ждем. 4-5. Даже через огонь. Две руны силы. Что-то как-то изи мани. Изи руны. Я, кстати, не купил, по-моему, у дракона. Кстати, здесь ничего нет. Я не выкопал здесь, кстати, еще этот артефакт, который скриптовый, который здесь всегда генерится. Какую-то скидку там драконов дает, который... Ничего из этого я не купил. Мораль для... Даже для пиратов мне тоже не нужна на щите. Хоть это и смотрится круто, морали мне более чем достаточно. По-моему, там где-то на каком-то острове. Вот на том, наверное. Сейчас мана восстановится и подеремся. Жду вербовщика. Так, ну... Ну... Ладно, полетели. Здесь есть-то. Дайте посадку. Руна духа. Скипнуло три дракона свой ход. Скипнуло три дракона свой ход. Ну, здесь тогда... Телепорт. Бдыщ. Кто тут еще этот... Не ходит. Здесь можно никого вообще не убивать. Лучше грохну тогда вот эту башенку, потому что она более непредсказуемая. И здесь я не могу жертву делать. Наверное. Ладно, даже повторный ход дам. Не могу магию колдовать. Ой, да пофигу, ладно. Так вот. Сейчас есть свободный каст. Черную дуру куда-нибудь там в уголок. Две руны силы. Отлично. Хотя, наверное, мне сейчас... А, я не купил у паренька. Я понял, что я забыл. Так, здесь я все выкопал. Надо к пареньку сбегать, купить. Две ровного духа, кстати, мне дали. Вербовщика надо брать. Он хоть немножко поможет мне создавать вот этих вот пиратиков. Ну, плюс, естественно, скидка на все отряды, которые рано или поздно тоже накопятся. И их еще больше можно будет взять. Надо к пирате... Ой, ну да, к пареньку, короче. Так, у меня один дракон остался. Ладно, добью дракона и потом к пареньку сбегаю. А, у меня максимальная мана, все максимальная. Никто не пропустил свой ход. В целом, это не более чем благое пожелание даже делать две... То есть, я не скажу, что я здесь обязан ролить диверсию. То есть, если мне пофиг на создание кого-то через жертву, то я могу и просто вот взять и забить. А, кстати, я всех убиваю. Ха! Смотрите, как я всех убиваю. Даже без диверсии. Типа диверсия, да кому какая разница? Давайте жахнем черной дырой в уголок и убьем статую. Ведь без этого не выиграть этот бой. Только убийство через две руны духа. О, ко мне начали джойниться. Это я только что вербовщика качнул. Ну, в общем, драконы прям классно дохнут. Никто не переживает первый раунд. Ну, если прям цель убить на первом раунде. И не залезать при этом в злогну, как я против главного против героя сделал. Так, мне нужно на белую гору и потом к пареньку. Я видел у него регалию, которую хочу поюзать чуть-чуть. Вроде бы я скупил всех пиратов. Ну, или там плюс... Так, стоп. Этот корабль мне тоже раздражает. Надо его грохнуть. Но после того, как я возьму из пещеры... Нужен мне артефакт. Так, я вернулся. Диадема, иди сюда. Щит. Скорее всего, у меня с этот собирается, но это не точно. Я вроде бы видел несколько таких предметов, но мне все равно резисты не нужны. 5 нты, молодой перстень, броня на демонов. Все это носить я не буду. Не знаю, куплю просто, чтобы было. Так, что я здесь взял-то? Слог под регалию мне нужен. Мне кажется, 6 атаки я переживу, если я сниму. Дополнительно резист к астралу получил. Ну и, в общем-то, и все. Окей. Я говорил, что меня раздражает здесь корабль, кажется. Выпустите меня. Ну, корабль это герои, это статы. Стоит подобное подчищать. Так, если я... Кстати, я не брал здесь квест ни на этот сундук. Вообще, я никаких здесь квестов не брал. Почти на этом острове. Я же взял задание потопить корабль. Правда ведь? Хорошо, я поймаю его. Журнал задания обновлен. Взял задание убить Эмилио. Так, ну че, и где он? Ждем. Не серьезно. Он же здесь проплывал. Он в кругосветку пошел. Вон он идет. Так, так... Смертоносный. Привет им... Нет, не привет. Я иду на абордаж. Пиратик сейчас зафейлится. Ой. Я могу, кстати, своего пиратика зажать. И не дать ему выбежать. Ну, наверное, мне плевать. Так, че я тут могу сделать? Опять здоровье пиратам, скорость всем существам. Три, четыре, пять, шесть. То есть, я не добегаю никуда. Сто шесть четвертая атака. Сто шесть четвертая пиратика. Это я еще снял там какую-то регалию на атаку. Ну, то есть, это прошло действие... Ээээээ... Сто шесть четвертая атака. Пошло действие свитка на плюс двадцать атаки тоже. Стос-то шестьдесят три. Нормально. Короче, я думаю, здесь масса чума. Это половинит хитпоинта И дает надежду на то, что Поддержка артиллерии Она даже не шотает После Сколько она там наносит Не, ну конечно надо милишную атаку бить Может загрузиться И вместо чумы Просто телепортнуть его вперед Ну да, что-то я никого не шотнул Типа вот толку от всей этой Лабуды, если она такая Бесполезная Может на кого-нибудь ревность взять Это все понятно О, а здесь нормально еще и не ударить А, у меня билка все равно заблокирована Кстати, почему? Кто это сделал? На этом ходу Нужен будет возврат на этого Морского волка Восьмая инициатива Потому что его боцман Немного окрикивал Здесь все равно будет возврат Пофигу на то, что сплэшем заденет Можно бухнуть Хотя Так, здесь будет возврат Я вообще смогу это отрезать? Да, наверное Что-нибудь там как-нибудь придумается Так, здесь можно сразу возврат кидать Потому что Ну, это будет удобнее Если я вот этот стек грохну Или воспользуюсь поддержкой Альстеллерией, например Но подойду поближе Потому что А что нет? Так, эти пиратики Теперь надо внимательно смотреть Что там по воскрешению Две сто шестьдесят Сотку надо И примерно сотку тех Сотку тех И сотку этих Да здесь даже не ясно Стоит ли бежать Я могу Типа додавить И только потом Начать воскрешаться Здесь может Злоган появиться И этот Орг Заблочится Не заблочился Сколько он там сделал Дамага-то? Пять тысяч Двести пиратов Окей Здесь Сейчас возврат В этот стек пойдет Возврат Возврат в этот стек По своему привидению Не надо бить Вейт Вейт Видимо Могу ударить по трем сразу Но нормального положения нет Поэтому просто выпиливаю пращечников Так Здесь никаких Злогнов И вот у этого Орг Охотника Пятая скорость Хотя С соображения урона Надо не охотника Бить А вот этого пирата Могу здесь темное облако положить И охотника вообще не бояться Ну в смысле Здоровым моим отрядом Окей Здесь уже можно Юзать возврат После Непродолжительных Разбирательств Так у тебя Сколько адреналина? Двадцатка За двадцатку Ты не сделаешь А нет Сделает Как раз Как раз есть двадцатка Поэтому надо Его убивать Ой, ну серьезно Ну какой нафиг Сюда Яд Ужасно Случайное заклинание Нанесло Три урона Но яд Меня здесь Развалит Так Здесь возврат Времени Нужен был В этот стек Здесь Здесь надо Добивать Книжку Так Здесь Кого-нибудь Подвинуть К статуе Через Черную Дыру Например Так Есть Контакт Одного Отряда И Этого Достаточно Должно Быть Здесь Пиратик Может Добивать Другой Отряд И Камелио Ход Уже Не Перейдет Теперь Этого Надо В прошлое Возвращать В тот Момент Когда Еще У него Крыша Не Поехала Но Тогда В смысле Его Не Отравили Тогда Здесь Нужно Чтоб Привидение Никого Не Убило Но Это Как Повезет Я Даже Не Знаю Что С Этим Делать Не Уверен Что Я Могу Хоть Что Тут Придумать Да Да Вы Так Ладно Загрузка Короче Это Очень Было Близко Но В В итоге Яд И Атака Спи Ну Короче Еще Попыточка Так Пиратики А Здесь Сундук Понятно Почему Сразу Все Пошло Не Так Еще Я Помню Что Я Начал В Прошлый Раз И Сильно Плевался Из-за Того Что Я Кинул На Первом Раунде Чуму Вместо Чего Реально Полезного Поэтому Попробую Здесь Сыграть Через Два Три Четыре Пять Шесть Да Здесь Телепорт Или Ускорение Короче Пушка Здесь Как-то Не Очень Зашла Не Знаю Можно Ревность Поставить Ужахнуть Из пушки Окей Привидение Вперед Так И Толстячок Дает Повторный Ход И Куда То Там Стреляет Но Не Достреливает Потому Что Дальности Не Хватает Так Повторным Входом Тут Фиг Знаю От Кого Огра Наверное Так Пират Отсюда Наверное Уходит Немножко Немножко Нафиг Но Это Не Точно Но Он Все Так Слаб Этот Не Полный Стэк Пиратов Поэтому Его Нужно Как-то Более Аккуратно Привлекать К Сражения Так Книжка Отлично Книжка Я сейчас Как раз Грохну Может Быть Как раз Сейчас Мас Чуму Кидать У меня В целом Не нужно На этом Ходу Никакий Возврат Времени Делать Я смотрю Урон Довольно Небольшой Моя Армия Получила Здесь Можно Бутылку Кинуть Да Хоть Отсюда Почему Нет Типа Вблизи Нельзя Кидать Окей Ладно Кину Отсюда Так Ладно Пиратик Видимо Все-таки Будет В прошлое Возвращаться Когда-то То есть Здесь Можно Дамажить На следующем Ходу Я его Потащу В прошлое Следующий Ход То есть Сейчас 680 Ну То же Самое В принципе То есть Можно Стрелять Книга Вылезла Ловушка Сработала Книга Ушла Так Здесь Бомбочка Да Там Злоган Поэтому Ничего Не получится Спыльчивого Гоблина 16 Инициатива Мне кажется Тут Бежать Надо Просто Чтобы Чисто Случайно Этого Пирата Не грохнули Я могу Я могу Убить Этот Отряд И подвинуть Спыльчивого К статуе Наверное Это будет Хороший Ход Подвинуть Подвинул Вообще Великолепный Ход Получился Капец Что Вообще Делается Так Возврат Времени Здесь Нужен Был И Че И Как И Как Здесь Не Облажаться Мне кажется Невозможно Здесь Не Облажаться Активность 98% Короче Мне нужно Отрезать Один Стэк И Сделать Я это Конечно Не могу Потому что Ну а Как Ну Фиг Знает Ладно У меня есть Еще Типа Мини Попыточка А Он Ход Дополнительный Получил Потому что У него Теперь Единичка Скорости Ждать Статую Довольно Долго Ладно Делаю Воскрешение Туда Куда Эффективность Его 98% Здесь Даже Не знаю Бить Или Нет 14 Инициатива 15 Инициатива Привидение Здесь Крыша Поедет Если Оно Останется Любой Удар По Привидению И все Оно Типа До свидания Но С другой стороны Кто его трогать будет Наверное Никто не будет Так Это сильно раненый И драться У него Нет Никакого Смысла Так Ну Здесь Какой-то Ерундой Занимаюсь Он Ходит Вторым Он Ходит Вторым Так Мне Надо Восстановление Сюда Кидать Потом Еще Восстановление Сколько Надо Восстановить 70 Штук То есть Мне реально Дофига Мана Надо Еще На Это Дело А Ревность Мне Нужна Для Того Чтобы Этого Забрать Будет На Следующем Ходу Что Он Там Сделал Берса Кинул И Он Сейчас Ударит Привидение Ну Конечно Ой Все Короче В топку В Следующий Раз Я Тупить Тупить Начинаю Тут Все Просто Опять Какой-то Сопли Не Хватило Перекур Меня Там Просто Еще Зовут Я Слышу Короче В этой Серии Клинок Бал 92 Атака И Немножко Поунижал Драконов А С Пиратом Что-то Не Прокатило Маны Маловато Нужно Как-то Ману Немножко Монопул Побольше Тогда Нормально Все Будет Ладно Короче В другой раз Продолжим Пока Перекур Всем пока Продолжение следует